Прекрасные новости. Самолёт найден. Я поехал к Идену, она задержалась в офисе. Я ей скажу. Ты наверх? Подожди, разве этот лифт работает? Во всём здании отключено электричество. Джули, это современный отель. При авариях включаются запасные генераторы, которые обеспечивают лифт электроэнергией. Как твои поиски увенчались успехом? Узнаешь, когда я начну вязать детские вещи. Это было сногсшибательное известие. Я восхищен твоей решимостью. Мэйсон, я польщена и удивлена, что такой эгоист, как ты, проявил интерес к моим проблемам. Спасибо. Ты меня удивил. Моя интуиция очко Кэппелу ноль. У вас странная манера отвечать на вызов? Да, с вами говорит Мэйсон Кэппел. Да, Кэппел. Вы, кажется, работаете в нашей корпорации. Кабина лифта застряла между четвёртым и пятым этажом. Рядом со мной стоит перепуганная женщина. Она может упасть в обморок. Хорошо. Действуйте. Я подожду. Я подожду, говорю. Нас освободят из мышеловки? Не уверен. Да, да, мы слышим. Это колоссальное удовольствие. Когда? Понятно. Нет, скорее всего, нет. Вряд ли у вас есть Шопен. Поспрашивайте у горничных. Может, у них есть? Да, ну ладно, я пошутил. Звоните, я был рад с вами поговорить. Наши перспективы отнюдь не радужные, Мэйсон. Я нервничаю, когда оказываюсь в крошечных помещениях. Джулия, даже в отеле Кэппел нет запасного генератора для запасного генератора. Располагайся поудобнее. Поудобнее? У тебя есть спички? Тот, кто вытянет короткую, первым выпрыгнет в шахту. Успокойся, Джулия. У нас есть время поговорить о твоем ребенке. Я на грани истерики, а ты шутишь. Ты приняла опрометчивое решение. Из меня бы вышел неплохой отец. Мэйсон, решение принято. Ты мне не подходишь. Я представляю громадный потенциал. В сочетании наши гены дадут человека с грандиозными амбициями. Мой талант – извлекать выгоду из любой ситуации. Твоя красота, сильный характер, нравственность. Наш сын или дочь могли бы править миром. Мэйсон, если змею скрестить с ежом, получится метр колючей проволоки. Джулия, это не смешно. Амбиция – это краеугольный камень американского образа жизни. Надеюсь, ты не оспариваешь этот постулат? В твоей семье все просто одержим и честолюбим. Принесло ли оно кому-нибудь счастье? Моя троюродная кузина, по утверждению ее психиатра, была веселой и жизнелюбивой старушкой. Я нервничаю. Мне хочется выбраться из этой западни. Джулия, ты не хочешь, чтобы ребенок был похож на тебя. Ты ошибаешься в выборе работы мужчин и... и отелей. А ведь ты могла бы родить умного, скромного мальчика, тонкого знатока вин и деликатесов, знающего толк в женщинах и искусстве. Какая от этого польза? Сдаюсь, влюбись в лифтера. Мэйсон, я мечтаю о другом ребенке. Добром, чутком, который будет любить людей, а люди будут любить его. Красивая мечта. Должен признаться, такими качествами в моей семье не обладает никто. Даже я. Мэйсон, ты прекрасный, добрый человек, который скрывает свое истинное лицо за маской цинизма. Увы, Джулия, в наше время общество ценит цинизм, а не доброту. Мы спасены, а не приближаем. А с тобой многое объединяет. Ты можешь привести пример? Нам не везет в любви. Да, это верно. Я бы не присматривала отца для ребенка, будь я чуть-чуть удачливее. Да, любовь. Я избегаю попасть в ее сети. Прежде я считал любовь выдумкой. Да, Мэри? Никто не сможет мне ее заменить. Нам с тобой следует учредить клуб. Встречи членов нашего клуба будут происходить в очень интересном месте, в лифте. Знаешь, то, что ты говорила раньше о сострадании и сочувствии, в общем, о всех этих сантиментах, еще два года назад я мог бы поклясться, что мне это не присуще. Мэри открыла их или, может быть, воспитала их у меня. Ты знаешь, что мы с Мэри ждали ребенка? Да, знаю. До того я даже не думал о детях, а потом все воспринял, в общем, воспринял это естественно. Наверное, я вел себя, как все будущие отцы. Я так хотел сына, я бы никогда не обращался с ним так, как мой отец со мной. А если породилась девочка? О! Наша дочка была бы красивой, воспитанной, доброй, как ее мать. И, конечно, она обожала бы меня. Идин и Келли обожают отца. Она росла бы у нас на глазах, превращаясь из ребенка в женщину. Мэри сумела бы ее воспитать. Мне жаль тебя, Мэйсон. Твое желание иметь ребенка в природе каждого женщины. Мэри тоже хотела иметь детей. Мы оба хотели. Ну, все. Мы спасены. Вставай, Джулия. Я не был слишком занудлив. Нет? Нет, нет. Я не ожидала от тебя такой искренности. Надеюсь, мы больше не застрянем в лифте.